Всем привет, с вами Артем Слаква, сайт VideoSmile и в этом ролике мы разберем 10 фишек и лайфхаков Blender, которые вы сможете использовать в своей работе. Прежде чем начать, хочу обратить ваше внимание на наш новый курс SuperBlender. Если вы только начинаете свое знакомство с миром компьютерной графики и Blender в частности, то с помощью данного курса вы сможете легко и просто познакомиться со основами интерфейса программы, моделированием в ней, созданием материалов и шейдеров, настройкой анимаций и физических симуляций и в завершении курса будет разобран такой момент, как постобработка. Курс рассчитан на абсолютных новичков и тех, кто познакомился с Blender относительно недавно, поэтому рекомендую вам обратить внимание на этот курс и посетить его страницу, а на этом этапе мы будем здесь заканчивать и перейдем к теме данного ролика. Достаточно часто при работе с модификаторами в Blender наступает необходимость их применить для дальнейшего импорта в другую среду, либо же для дальнейшей работы уже с генерированной геометрией. Если модификаторов буквально один-два, то занимает это несколько секунд, но когда их десятки, приходится нажимать Apply сверху вниз и так по два клика для каждого модификатора. В случае если у вас несколько таких объектов, этот процесс может занять длительное время. Эта проблема настолько популярна, что для решения подобных проблем создали даже целый аддон, но мы можем применить сразу же все модификаторы в том порядке, в котором их нужно применять, без использования сторонних программ. Для этого мы просто выделяем нужный нам объект, переходим в меню Object, Convert to, Mesh. И таким образом все наши модификаторы применяются и пропадают, и у нас остается исходный Mesh, уже с генерированной геометрией, и мы можем продолжить с ним работать. Не будем далеко отходить от кубика и рассмотрим следующую ситуацию. Вот мы с помощью модификатора Boolean создали следующий объект, и у нас здесь очень острые ребра. Рендерить такое будет недостаточно красиво, выглядит это все не совсем реалистично, практически у всего есть небольшая фаска, и поэтому здесь нам также было бы неплохо ее добавить. Мы можем воспользоваться модификатором Bevel, вот мы его назначаем, сразу же регулируем толщину нашей фаски, и здесь нам количество сегментов, пожалуй придется увеличить до трех, также отметить Smooth Shading, отметить пункт Auto Smooth, и на том же модификаторе отметить пункт Harden Normals. После этого включаем рендеринг, все, теперь уже наш кубик выглядит гораздо лучше, у него есть фаска, но один такой небольшой недостаток, у нас количество треугольников в сцене теперь 2892, без модификатора Bevel их всего-навсего 208. Мы более чем в 10 раз увеличили количество полигонов, всего-навсего ради фасочки одного объекта. Это не совсем целесообразно, и можно поступить следующим образом, мы наш модификатор можем выключить, и для движка рендеринга Cycles, у меня он сейчас включен, можем воспользоваться следующей опцией. Мы здесь в категории Input находим нод Bevel, подключаем его выход, единственный Normal к входу Normal любого шейдера, который мы используем, и вот у нас в сцене появляется та же фаска. Здесь по умолчанию количество сэмплов 4, чем их меньше, тем более производительнее будет у вас рендер, чем больше, соответственно, тем менее, но в то же время повышается качество. Ну и вот я сейчас, например, для наглядности установлю здесь значение 16, и вы видите, что визуально нет никакой разницы, используем мы данный шейдер, либо же модификатор. В режиме Solid это у нас все так же простой объект, с минимальным количеством вершин, с которым очень легко работать, а на рендере у нас здесь автоматически на всех углах добавляется нужная нам фаска. Теперь, недалеко отходя от темы фасок, рассмотрим следующую ситуацию. Вот у нас есть уголок, либо какой-то из объектов, и нам нужно сделать для него фаску. Добавляем модификатор Bevel. Здесь мы можем увеличивать количество сегментов и профили регулировать. Делаем фаску выпуклой, либо же вогнутой. Особой вариативности нет, но здесь у модификатора появилась относительно новая опция, называется она Custom Profile. Когда мы ее отмечаем, мы здесь с помощью кривой можем настроить абсолютно произвольный профиль фаски, который нам нужен. И вот мы видим, что у нас в итоге генерируется. Давайте сразу же назначим Smooth Shading, отметим все дополнительные опции, и вот мы видим, какой у нас получается результат. И здесь у нас главное условие, чтобы нам было достаточное количество сегментов для той кривой, которую мы настроили. Поэтому я здесь их увеличу, ну пожалуй до 32, этого точно будет достаточно. И вот мы видим, как легко и быстро настраивается следующая фаска. Получилось у нас что-то наподобие плинтуса. Здесь также есть возможность инвертировать нашу кривую, есть ряд предустановок. Также вот мы видим, как они выглядят. И таким образом, с помощью этой опции вы легко можете создавать какие-то свои кастомные фаски. Здесь их можете в любой момент править. Переход между данными точками может быть как жестким, так и плавным. Можете это все настраивать и сразу же здесь в режиме реального времени это все видеть. Достаточно типичная ситуация, когда в сцене огромное количество объектов, все они не пронумерованы, имеют базовые названия с огромным количеством цифр. До недавнего момента единственное, что мы могли делать, это выбирать какой-либо из объектов и нажимать хоткей F2, чтобы переименовывать этот объект. Здесь в меню Edit находится этот пункт меню Rename Active Item. Но относительно недавно у нас появилась новая опция Batch Rename, и она позволяет нам делать следующее. Я все время буду вызывать ее с помощью хоткея, но знаете, находится она здесь. Я могу произвольно выделить здесь какое-то количество объектов. Вот мы видим, у меня и конусы, и кубики выделились. Теперь я нажимаю Ctrl F2. У меня появляется следующее окно, и здесь я могу выбрать, например, тип объекты, выделенные, и мы будем находить и заменять какие-то слова. Работает это так же, как в любом стандартном текстовом редакторе. Мы, допустим, пишем здесь Con. Я нарочно пишу с маленькой буквы. Здесь они, конусы, называются с большой буквы, но так как мы не отметим опцию Case Sensitive, то регистр не будет учитываться. И мы это все можем заменить на любое другое слово. Например, я здесь напишу 3. Нажимаем ОК. И вот мы видим, что кубики у нас как были кубиками, так и остались. А здесь внизу у нас появилось какое-то количество объектов, у которых название Con заменилось на 3. Соответственно, все вот эти выделенные конусы изменили свое название. Это была первая возможность такой комплексной переименовки объектов. Если мы снова нажмем Ctrl F2, то мы увидим здесь пункт Set Name. И здесь мы можем указать новые имена объектам, либо же добавить какие-то префиксы и суффиксы. Я, например, добавлю префикс Low. Часто при импорте низкополигональных объектов в какую-то другую программу, например, тот же Substance Painter, для объектов с низким количеством полигонов приписывают Low. И вот я нажимаю ОК. И все наши объекты, выделенные в данном случае уже и кубики, и наши конусы, переименованные в деревья, получили приставку Low. Соответственно, также достаточно быстро и удобно это можно делать. Так как у нас в сцене присутствует огромное количество объектов с одинаковыми названиями, то через точку к ним прописываются различные цифры. В Blender не может существовать два объекта с одинаковыми именем, и поэтому мы имеем следующую ситуацию. В случае, если у нас имена достаточно уникальные, например, я выберу объект с именем 3, затем какой-то с именем конус, какой-то кубик и, допустим, микосферу, то можно проделать следующую операцию. Снова нажимаем Ctrl F2, здесь выбираем пункт Strip Characters, и здесь мы можем отметить пункт, например, Digits и Punctuations. Таким образом, цифры и знаки припинания мы можем убрать, и здесь указываем, где в начале, либо же в конце. Я выбираю в конце, нажимаю ОК, и вот мы видим Low 3 уже без цифр и точки, точно так же с кубиком, с нашей экосферой, и вот он наш конус. Таким образом, избавились от всех этих назойливых ненужных цифр и точек в наших именах. И последняя, четвертая фишка по поводу этого пакетного переименования. Оставим все те же 4 выделенных объекта, снова Ctrl F2, и последний пункт здесь есть Change Case. И мы можем, например, наши выделенные объекты преобразовать к верхнему регистру, к нижнему регистру, либо же лишь первую букву оставить за главной. Я оставлю по умолчанию Upper Case, нажимаем ОК, и вот оно также становится большими заглавными буквами все выделенные объекты. И таким образом, с помощью этого переименования, еще раз эта опция находится здесь, Batch Rename, вы можете комплексно и быстро переименовывать, изменять, добавлять префиксы, суффиксы, одним словом, работать с именованием ваших объектов в вашей сцене. При наличии огромного количества объектов в сцене часто возникает ситуация как-то рандомизировать их положение, либо же вращение, потому как при создании тех же самых кубиков с помощью модификатора Array все они выстраиваются в идеальную ровную плоскость, и выглядит это не всегда так, как нам нужно. Поэтому мы можем выделить все эти объекты, и здесь в меню Object Transform выбрать параметр Randomize Transform. У нас здесь появится свернутая панель последнего действия, здесь по умолчанию все находится в нуле и параметр Scale в значении единица, но если мы, допустим, начнем увеличивать параметр по оси Z, то вот мы видим, что каждый кубик индивидуально смещается по оси Z на определенное значение. Также мы можем повращать, и вот в данном случае мы видим, я вращаю по оси X, и у меня все центры моих кубиков находятся здесь, практически в центре оси координат. Соответственно, и вращение происходит относительно центра этого объекта. Ну и то же самое касается параметра Scale. Самым первым пунктом здесь идет параметр Random Seed, он каждый раз изменяет стартовое значение генератора псевдослучайных чисел, поэтому вы можете здесь попросту задать какие-то определенные значения, и затем, изменяя параметр Seed, добиваться различных результатов с помощью этого инструмента. При наличии в цене огромного количества объектов часто возникает ситуация, когда им нужно назначить один и тот же материал, но с различными цветами, а все остальные параметры у них должны быть схожими. И вот в таком случае назначать столько же материалов, столько и объектов в нашей сцене не совсем удобно, особенно если впоследствии общие их параметры придется править. Поэтому для этих целей можно воспользоваться следующим способом. Вот сейчас мы включаем рендеринг, у нас есть параметр BaseColor, и какой бы мы его здесь не задали, в этот цвет все объекты в нашей сцене и окрашиваются. Но у нас есть в категории Input нод ObjectInfo, и здесь есть выход Random. Если мы его подключаем к входу BaseColor, то вот мы видим, что в градациях от черного к белому наши объекты покрасились. И вот теперь уже эти градации мы можем покрасить с помощью любого нода. Например, берем нод ColorAmp, здесь устанавливаем красный цвет, для этой части воспользуемся синим. И здесь тип Hue Saturation Value Fa. И вот я здесь создал такую простенькую радугу, и мы видим, что каждый объект у нас приобрел определенный оттенок. Мы здесь это все можем дополнительно как-то регулировать, инвертировать цвета и так далее. И при всем при этом у нас у всех объектов назначен один и тот же материал, у нас в цене он всего один. Мы можем регулировать параметры Roughness сразу же для всех объектов одновременно, а цвета у них остаются уникальными каждый для своего объекта. Похожая ситуация с рандомизацией цвета может возникнуть в том случае, когда у нас в цене не огромное количество объектов, а всего-навсего один, но по сути состоящий из огромного количества объектов. Вот для примера у нас в цене есть дерево и листочки. Это всего-навсего два объекта, и если мы в локальном виде посмотрим на листочки, либо же вовсе перейдем в их режим редактирования, то вот мы видим, что здесь огромное количество вершин. Это все один объект, и если мы наведем на какой-то из листочков и нажмем клавишу L, и затем с помощью G будем перемещать, то мы видим, что это попросту шесть независимых вершин. Они никак не связаны с другими вершинами. И в такой ситуации мы можем воспользоваться следующей опцией, чтобы рандомизировать этот объект. Включаем рендеринг. Данный способ работает лишь с движком рендеринга Cycles. Выве у вас такое не получится. И здесь все в той же категории Input. Нам уже нужен нод не ObjectInfo, а нод Geometry. И здесь последний выход Random Per Island. Если мы его подключаем к входу Base Color, то вот мы видим тот же эффект. У нас одни листочки стали черными, другие белые, третьи серыми. И здесь уже все так же по той же схеме, с помощью любого нода и любых других цветов мы придаем какую-то вариативность. Например, темно-зеленый цвет, здесь какой-то светло-зеленый, и посередине можем добавить еще один ползуночек и установить для него, допустим, желтый какой-то цвет. И таким образом мы придаем цветовую вариативность всего-навсего одному объекту, а дальше остальные параметры остаются у них общими. При работе с материалами практически постоянно приходится смешивать различные шейдеры. Вот сейчас у нас на Сюзане используется шейдер Diffuse с синим цветом. Здесь фактор смешивания равный нулю. Но если мы его увеличиваем до единицы, то у нас теперь используется нижняя связка Node Wireframe с нодом Emission и дают нам следующий результат. Если мы хотим смешать оба данных параметра между собой, нам нужна карта в градациях серого, чтобы это сделать, либо же как-то делать UV-развертку и назначать одним гранем один материал, другим другой. Но есть способ достаточно интересный и попроще. Мы можем использовать другой объект в качестве маски. У меня здесь в сцене помимо Сюзаны также присутствует объект Torus. Вот если мы в режиме Solid на это все посмотрим, здесь есть объект Torus и у него назначен простой материал с шейдером Transparent, то есть он прозрачный. И когда мы включаем рендеринг, мы его попросту не видим. И вот теперь для нашей Сюзаны мы можем добавить нод Light Path, разместить его здесь вверху. Это такой, пожалуй, самый большой нод. И здесь есть выход Transparent Depth. Если мы его подключаем в качестве фактора, то во всех тех местах, где Torus с собой перекрывает наш объект, у нас используется наш нижний шейдер. А там, где не перекрывает, наш верхний. И, соответственно, мы теперь этот Torus можем выбрать, на протяжении анимации как-то его анимировать, смещать, перемещать по нашему объекту. И таким образом у нас один объект выступает в качестве маски и, соответственно, изменяет материал на наших объектах. Blender, как и любая другая программа, работает с данными. Все, что мы здесь используем, объекты, материалы, кисточки, так или иначе, это все являются данными. И если мы перейдем на вкладку Object Data, например, то здесь мы видим, что у нас здесь есть какие-то объекты с цифрой 0 в начале. Это те данные, которые на данном этапе больше нигде не используются. Мы можем между ними переключаться в любой момент. И в тот случай, когда мы их выбираем, 0 пропадает, но уже другие данные, например, как Сюзанна, они перестают больше использоваться. И этот 0 говорит нам о том, что когда мы закроем наш проект, эти данные будут утеряны. И, соответственно, если они вам больше не нужны, вы можете попросту сохраниться, закрыть файл, либо же здесь выбрать пункт Revert, то есть перезагрузить последнюю сохраненную копию, и эти данные исчезнут. Но до тех пор, пока мы с ними работаем, они нам могут иногда мешать. Например, мы переходим на вкладку с материалами, здесь переходим в список материалов и видим, что возле огромного количества материалов есть нолики, соответственно, никаким объектом они не назначены. Возможно, это были какие-то тестовые материалы, и мы захотим уже от них избавиться. И чтобы не перезагружать наш файл, мы здесь можем в окне Outliner выбрать пункт Off Undata. Это те данные, у которых нету пользователей. И здесь первым пунктом у вас всегда будут кисти. Они следующим образом здесь хранятся в блендере, но у них есть фейковые пользователи, это клавиша F, поэтому они удаляться не будут. А вот уже наши кривые, материалы, меши и так далее, это все нам не нужно, и мы можем от всего этого избавиться с помощью специальной кнопки вот здесь Purge. Когда мы ее нажимаем, у нас блендер предупреждает, какое количество объектов будет удалено. Здесь видим 15 объектов удалено. У нас остался, правда, какой-то один неиспользуемый материал, мы можем попробовать повторить попытку. Все, и теперь он у нас уже полностью удалился. И таким образом, теперь мы переходим в наши материалы. У нас здесь есть всего-навсего один материал, который используется нашей Сюзанной. Здесь на вкладке Object Data уже нет никаких лишних данных. Наш файл подчищен, и мы дальше можем удобно работать, переключаться между этими данными, без необходимости перезапускать проект. Все мы знаем, что для движка рендеринга Cycles, чем больше сэмплов, тем лучше результат. Но если мы выставим всего-навсего 4 сэмпла, то рендеринг у нас произойдет достаточно быстро, но качество будет примерно следующим. Абсолютно вся сцена заполнена шумом, и разобрать какие-либо детали на данном рендере невозможно. Мы сейчас выберем здесь второй слот для сравнения, и произведем небольшую финальную постобработку итогового изображения. На вкладке View Layer отмечаем пункт Denosing Data, и нужно доработать немножко ноды постобработки. Здесь у нас уже выполняется небольшая постобработка, мы здесь добавляем фильтр Denoise, подключаем его здесь. Он у нас переподключается к ноду Viewer, который у нас не используется, мы его можем вовсе удалить. И здесь переподключить этот результат к нашим нодам постобработки. У нас используется здесь два слоя, мы выбираем второй, видим тот же результат. Все, у нас наше изображение проходит через нод Denoise, и дальше уже идет его стандартная постобработка. И теперь мы снова выполняем рендер. В данном случае рендер занял на полторы секунды больше времени, но результат вы уже можете видеть. Что у нас было без использования шумоподавления, и какой результат получился после. Конечно же, четыре сэмпла это достаточно экстремальный случай, но для того же предварительного просмотра анимации, я думаю, этого качества будет более чем достаточно. Тратить более, нежели 10 секунд на рендер какой-то сцены в случае с анимацией это достаточно расточительно, а уже с таким качеством можно примерно оценить, какой у вас получается результат. На практике же гораздо разумнее использовать эту опцию с каким-то более адекватным количеством сэмплов, например, для финальной визуализации значения 128 это будет уже достаточно хорошо, и при таком количестве сэмплов с использованием шумоподавления вы можете получить идеально чистый рендер. А на этом я данный ролик, пожалуй, буду заканчивать. Если вам понравились подобные фишки по блендер, обязательно сообщите об этом в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео. А на этом здесь все, всем спасибо и до встречи в будущих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok